Диваны, столики, барная стойка. Летняя веранда работала еще вечером 1 октября. Сейчас место в самом центре города пустует, в том числе по решению директора парка Романа Романова. Репутацию составляешь, она годами нарабатывается. Здесь получается, можно получить, что это вообще парк не для детей, не для молодежи, не для взрослых. Это курильня какая-то. Общаться с нами на камеру Романов не стал, хотя мы его и встретили в парке. Свой отказ объяснил тем, что его слова теперь будут выглядеть как оправдание. Объяснил, арендаторам давал добро на размещение здесь кофейни, а когда узнал про кальяны, разорвал связь с таким партнером. Как утверждает директор парка, кальянной он не знал, так как не был в городе. Но удивительно, дымному заведению здесь больше двух месяцев. Кстати, в социальной сети в группе компании, которая представляет себя как кальянная, в середине лета размещен ролик об их летней веранде в парке Барнаульская крепость. Интересно и другое. Прежде нам не удалось получить комментарий директора кальянного заведения. Более того, его сотрудники не сообщили ни юридический адрес компании, ни имя владельца. Директор парка подсказал. Это индивидуальный предприниматель Александр Бургин. Правда, в соответствующей базе данных такой не значится. Получается, что в самом центре города, в парке детских аттракционов, осуществляли незаконную деятельность. Как такое могло произойти? Ждем ответов на запросы от администрации района, Роспотребнадзора и районной прокуратуры. Анастасия Драган, Алексей Фризин. Наши новости.